здравствуйте сегодня в гостях у программы час пик президент группы компаний cognitive technologies ольга узкова здравствуйте для начала немножко ваших регалий вы президент группы компаний вы заведующий кафедрой в одном из вузов вы учредитель фонда русского абстрактного искусства президент национальной ассоциации инноваций развития информационных технологий президент председатель комитета торгово-промышленной палаты россии так далее так далее так далее это только малая часть ваших регалий если я буду все зачитывать то время эфирного нас не хватит а еще вы прекрасно выглядите неужели вы успеваете найти время на себя и вообще когда-нибудь спите нет я почти не сплю сейчас к сожалению это вы просто прокололи самое больное вот и там регалий хуже путаница там какие-то отжившие регалии начнут наслоились на новые и регалии списка регалии неправильный справлюсь да но и вообще никакого значения не имеет между нами говорят а но знаете вот там бизнес начинаешь и делаешь очень классные крутые вещи да молодой у тебя там все получается ты там все придумал те кто не обращает внимание никаких регалий ты вот как бы дерьмо и палки наживаются ниже плинтуса там тебя не пускают на программы не берут интервью там и все такое а когда ты уже вот когда тебе уже говорят что прекрасно выглядишь пожилая дама ну да тебя таскать по интервью там у них вот а тоже не так крут как 20 лет назад ну не знаю на интервью поздно вы были даже очень крутые нет вообще в грудая по жизни но я просто хочу сказать что я к чему эту фразу говорил про регали к тому что регалий действительно ничего не значит это как правило такие знаешь ордена на подушечку я всегда вот у меня был учитель академик емельянов он как раз вот был одним из столпов но в том числе искусственного интеллекта и он был больше для меня учителем менеджмента скорее то есть он был секретарем отделение информатики российской академии наук и я видела как он там все это пространство ран организует тогда еще советские советские постсоветский период и станислав васильевич был всем прекрасен у него была одна единственная слабость это он любил ордена то есть вот на этот какой брежнев но у нас многие так и до сих пор там я могу назвать кучу сейчас народ то там с удовольствием секунду пин дружбы заслуги перед отечеством потом конец пресвятой богородицы что ты счет наш и он тоже любил он за следил чтобы награждали у него были все все уровни заслуга перед отечеством там так далее очень много было орденов избирал он их он интриговал он тратил на эту кучу энергии а потом когда помер я приехал на похорон такая маленькая подушечка на нет и все понимаешь мне кажется что это настолько неважно в жизни не жили нет хотя бы одной регалии или награды которая важна регалии 1 есть я вот жена самого удивительного человека на свете вот это да хорошо заговорили об искусственном интеллекте ну что ж перейдем к основной теме нашего интервью я в свое время делал фильм о знаменитом дипломатии и политики генри киссинджер и он не раз последнее время даже есть такая программная статья говорил о том что искусственный интеллект это главная угроза человечества в двадцать первом веке не считаете ли вы что ваш компания ведет мир к апокалипсису ну знаете я не просто мне посчастливилось пообщаться с генри киссинджером в 90-х это как раз вот было в том числе благодаря этому моему академику емельянову поскольку он входил в римский клуб знаете что такое ну это такая почти масонская организация которая значит занимается прогнозирование мировых процессов и в емельянов ходил туда как один из экспертов и он начать меня такую молодую бесшабашную предпритащил в вену вот на разговор с киссинджером таки киссинджер был совсем молодой ему было лет восемьдесят ну и рядом с ним тоже сел пацан там лет семьдесят пяти истанислава сельчу было где-то тоже там лет восемьдесят пятью восьмидесят я не помню а мне было тридцатник мы займем этом посадили и вот там прогоняли все ночь угрозы в том числе там угрозы от искусственного интеллекта а я была маленькая голодная передо мной сидели миллиардеры рассказывали мне про какие-то социальные угрозы а я вообще не понимал о чем они со мной разговаривают и это продолжало два часа и в вене это было это было летом а вы наверное знаете что в вене они не тратятся на кондиционеры поскольку у них там жарких не четыре дня в году таких жарких а в 30 такие люди очень прагматичные это не не россияне которых тоже четыре жарких дня в году но там все в кондиционерах очень москва в кондиционерах как как рио-де-жанейро такой вот а у них нет и вот мы сидели значит это был как раз один из этих четырех дней там был где-то с отрицательника и жарко в этом ресторане душно ужасно я сижу у меня и передо мной вот эти дедушки сядут свежие как майская роза активно и я там через два часа уже начала колевать носом нам они начали пихать в годах и решили молодежь совсем никуда не кончится поэтому от кислинжами осталось очень мощное впечатление очень свежее впечатление впечатление того что тогда он говорил совершенно в пространстве потому что я даже не могла воспринять это дело и и наверное не сейчас вот той встречи прошло 20 лет на прям прям 20 лет чуть больше и его сейчас я могу сказать что то что он тогда говорил то она сейчас именно и воплощается собственно говоря 20 лет назад он говорил о том что человечество при переходе в новые форматы новые новые общество должно хорошенько подготовиться подумать и тогда будет меньше жертв меньше проблем тогда сейчас мы можем точно зафиксировать что в соответствии со всеми там экономическими укладами мы уже вступили в фазу перехода может перестали быть только биологическим обществом мы становимся робот человеческим обществом то есть как выражаются на американские друзья кремний белок киборги нет не киборги но смешанное общество то есть вместе с нами функционируют думающие вещи которые перестали быть вещами потому что возникает сознание возникает искусственный интеллект и меняются все правила игры ключевое правило которое меняется это собственно говоря но для чего эти роботов и создаем для чем мы их создаем мы создаем беспилотные автомобили и ну афи беспилотный транспорт а основная задача это убрать человека из сферы неприятного производства это изменение характера средств производства то есть когда человек изымается из средств производства то возникает так называемая революционная ситуация то есть она еще по марксу революционная ситуация характеризуется сменой средств производства принципиально и собственно говоря почему у советского союза ничего не получилось потому что не было принципиальной смены средств производства а сейчас вот она Она реально происходит. И это повлечет за собой смену всех формаций. Финансовых, социальных, всех отношений. Политических, конечно. Капитализму крандец. То есть это точно. И вот все эти телодвижения, которые сейчас происходят, и все, что мы сейчас видим, это как раз вот эти трещины, которые пошли по капиталистической сфере мира. А это не значит, что коммунизм наступит. Наступит что-то новое. Посткапиталистическое общество. Я не знаю, я этим не занимаюсь. Ну и мне кажется, сейчас никто особенно не занимается, потому что скорость смены условий настолько высока, что пока успевают только адаптироваться к этому, а осмыслить все это. Придется искусственному интеллекту. Нет, но как бы я думаю, что сейчас философов достанут из пыльных шкафов. Вот очень долго философия, как наука, была ниже Плинтуса. То есть туда отправляли девочек, которых надо было выдать замуж, которой должна была быть какая-то приличная литературная подготовка, чтобы мужику после секса было о чем с ней поговорить. Ну, интеллигентному мужику имеется в виду. И это достаточно долго продолжалось. Во всех странах мира, собственно, тут нету никаких национальных признаков. Что такое там, ваша дочка пошла на философский. А если ваш сын пошел на философский, о, примите наши глубочайшие сожаления. Там, да, там, как же вам не повезло по жизни. И, значит, а философия – это на самом деле наука по организации мира, по организации жизни. И то, что связано с такими критичными изменениями, как вот появление новых существ и взаимодействие между новыми существами и человечеством – это новая мораль, это новая этика, новая эстетика. И это, конечно, вытаскивает вот эти профессии на новую. Что вы называете этими новыми существами? Это Алиса или Сири в телефоне? Ну, в том числе. В том числе. Ну, это беспилотное такси, это тоже существует. Вот если... Давайте вообще разберем, это, наверное, полезно для... В том числе для зрителей. Давайте разберем, собственно говоря, в какой стадии сейчас находится искусственный интеллект и что вообще... про что мы говорим. Когда изобретали компьютер, вообще компьютер, компьютер изобретался как расширение человеческого мозга. Вот для чего вообще делали компьютер? Дополнительная память, да? Дополнительная, да, дополнительные функции. И вот эта тема с тем, что вот человеку надо прокачать мозг, для этого нужен компьютер, она с самого начала фигурировала. То есть еще до компьютера вообще человечество все время пыталось спихнуть свои, как бы, задачи на кого-то. Но поскольку, значит, то есть, ну, там были големы, мы там придумывались и пытались их оживить. Значит, да, вот я специально залезла, почитала трактат Соломона. Он существует на четырех языках, только, к сожалению, на русском. И там есть прям глава, которая посвящена тем, как сделать себе голема. Вот меня, значит, вот я эту главу прям вот, вот я ее выучила. И мне очень понравилось три вещи. Значит, первое, ну, голем замешивался из глины, и в глину добавлялись там всякие слюни там летучих мышей, там, ну, что-то еще. Много всего. Очень тяжело собираем их. Я там выписала рецепт, поняла, что, в принципе, надо собрать и проверить, тяжеловато будет. Потому что там надо, чтобы там подрочить волку. Я не помню, там, что там, какие-то серьезные мероприятия должны быть произведены для того, чтобы, значит, замешать все это в глину. Но набор вот этот, который по животным был выписан, он действительно по нейронным свойствам, действительно, значит, дополнительный. Ну, это правильный набор. То есть он там дает целый набор качество, которое действительно хорошо бы, чтобы имел голем. Дальше вторая часть, которая мне показалась очень современной, вот, и в книге-то там у Соломона описано, голем собирался под конкретную задачу. Ну, то есть это не вообще там, типа, Сири, там, вдруг по-триндеть и поиграть с того в шахматы. А это человек, которому там, голем собирался, вот тебе нужно выкопать карьер под новый дом, там, да, вот, значит, после того, как он выполнял задачу, он должен был быть разрушен. Он сам разрушался. И все заново собирать вот это для новой задачи? Нет, ну, нет, ты решил, да, там, чтобы это вот все эти сущности не мешали тебе жить, там, это было узкопрофессиональное, значит, мероприятие. В этом смысле Соломон молодец. Вообще большой, потому что, собственно говоря, если брать про развитие робототехники и про тот тренд, который сейчас существует, то поколебавшись от каких-то глупостей, там, игра в год, там, шахматы, там, потриндеть в интернете и так далее, или поговорить голосом умершего родственника, а в конечном счете промышленная часть сосредоточилась на решении узкого функциональных задач и, грубо говоря, рабовладение заменяется роботовладением. То есть человеку все время надо спихнуть из себя тяжелый физический труд. Значит, как только у него там мозг доразвился до какого-то состояния, он пытался спихнуть сначала на родственников родоплеменном, в варианте потом на рабов там, потом на крепостных крестьян. Сейчас это роботы. То есть лень – двигатель прогресса. Ну да, но не то что лень, это хитрость и изворотливость. Знаешь, вот настоящие умные люди хитрые и изворотливые. Вот эта история. Это не лень, скорее всего, потому что на хитрость и изворотливость тратится дикое количество энергии. Просто вот. И в этом смысле, конечно, вот стадия, текущая стадия развития искусственного интеллекта – это как раз вот та самая стадия, когда Голи Можилы начинают выполнять эти задачи. Но при этом, если мы опять-таки говорим про, начиная с Соломона и кончая вот сегодняшними нейронными сетями глубокого обучения, то, как мы строим эти системы, тоже там было несколько вариантов и существует несколько группировок, которые по-разному выстраивают работающие, например, беспилотные транспортные системы. Но сейчас побеждает, Василович, мы являемся плагетом, и мы находимся в топовой, такой мировой тройке, побеждает тема антропоморфного искусственного интеллекта. То есть мы как бы делаем, моделируем нейронную систему человека, мозг человека. Мы фактически стараемся максимально приблизиться к структуре, потому что мы считаем ее оптимальной, к структуре человеческого организма. И это не значит, что он выглядит как человек, это значит, что... Функционирует. Да, функционирует, да. И здесь, вот опять-таки, если брать, если отталкиваться от этого, то вот когда малыш развивается, вот у него там включились органы чувств, тут он только-только совсем маленький, он начал распознавать предметы вокруг себя, а у него начинается процесс обучения. То есть рядом с ним кто-то из наставников, который... То есть он начинает выделять в картинке, например, стул, мужчину, и мама им говорит, что это стул, это папа, или дядя там кто-то. И у него возникает вербальное обозначение и картинка там. И картинки, значит, набираются, в том числе и черпаются с генетического кода. В какой-то момент, то есть возникает распознавание образа. В какой-то момент тоже довольно быстро что-то все до года начинает происходить. У данного предмета начинает возникать смысл, потому что ему начинают объяснять стул, на нем сидят. А еще нам стулом больно кошку придавить еще. То есть это пространство смыслов начинает набираться. И человечек, маленький человечек, начинает набирать себе пространство смыслов. Дальше тоже вот в период где-то обычно от двух до пяти Чайковский каким-то удивительным образом он попал вот в этот период, хотя он не был нейрофизиологом. Над пространством смыслов возникает выделение себя как самостоятельного смысла. Самоосознание. Вот эта вот тема сознания, когда ты начинаешь управлять смыслами, вот ты себя выделяешь из общего пространства, начинаешь управлять тем, что происходит вокруг тебя. И это вот как раз вот этот период, когда вот человечек становится человечком. Там с самостоятельным сознанием, самостоятельным, управленческими данными и так далее. Если мы берем искусственный интеллект, то мы сейчас на стадии мы умеем распознавать пространство смыслов. То есть, грубо говоря, искусственный интеллект понимает, что перед ним происходит на дорожной сцене полностью. То есть он выделяет все объекты, знает траекторию их поведения, принимает решения по актуации, там как бы изменению движений. Но при продолжении обучения и наращивании обучения на искусственном интеллекте мы прогнозируем, что может быть ситуация, когда он начнет выделять себя в самостоятельный смысл. То есть в одними нет самоосознания. И вот к этому самоосознанию необходимо очень тщательно готовиться. И ровно про эту границу в общем-то когда-то говорил Киссинджер о том, что развивая самообучающиеся системы в области искусственного интеллекта, необходимо задуматься о системе моральных и критических ограничений для того, чтобы мы могли вместе существовать. Вы как раз говорили, да, что все, что он говорил 20 лет назад, собственно говоря, сбылось. Ну не все там, кое-что там. Кое-что, ну честно. Говорил-то он много, два часа там. Ну из двух часов, да. Хотя даже если хотя бы небольшой процент сбылся, все равно доводит на мысли. Так, значит, действительно угроза существует. Как же предотвратить повторение сценария Терминатора? Ну, сценарий Терминатора, он полностью из головы пришел, там как бы его не было, такой истории. А повторение сценария Хиросимы и Нагасаки надо предотвратить. Но Хиросиму люди сделали, а не искусственный интеллект? Нет. Ну, ровно это. Когда люди сделали нечто достаточно мощное, но при этом не подумали, ну, во всяком случае, не удосужились ограничить друг друга по этому использованию. Поэтому сначала они фиганули 300 тысяч человек, а потом уже сели договориться о том, что мы больше так не будем. Но тут проблема в том, что это люди. С искусственным интеллектом, искусственный интеллект тоже делают сейчас люди. И если вот сейчас не будет введена система ограничений ни нанесения вреда человеку, ни использования военных целей. Айзек Азимов. Да, и так далее. Ну, это я примитивно там говорю, там, конечно, это все сложнее немножко. То в конечном счете продает такая же Хиросима только не на уровне двух городов Японии, а на уровне всего Шарик. Вот и все. Вы рассказывали про ребенка, который начинает осознавать предметы и так далее, и так далее. Он же сам это делает. Ты ему можешь говорить 10 раз, что это стулья, но пока он не поймет, что это. Вы говорите, это нельзя. Говорите, это больно. Кошечке больно. И он перестает дергать ее за хвост. Вы с самого нуля ему вводите целый набор ограничений. Вводите и вербально вводите, в том числе его личным опытом, там, ну, там, обжегся и больше так не делает. Если выжила после двух пальцев в розетку, то тоже больше не засунет. То есть вся система обучения строится на пряньке и ремне. В искусственном интеллекту тоже можно дать ремне? Конечно, абсолютно. Ну, как можно выставить серьезные запреты, можно создать так называемую фолс-историю, то есть историю, где возникают ошибки. Ну, там, как бы ошибка, которая показывает все тем, что сюда ходить не надо. То есть это как бы фатальные ошибки. То есть и вплоть до разрушения. То есть это, ну, в этом смысле это очень близко к человеческому организму. То есть, собственно говоря, вы этот искусственный интеллект воспитываете как некого ребенка. Да, это выращивает. Он сейчас, на какой он сейчас стадии? Сколько ему сейчас примерно лет, если так, по-человечески судить? Немножко, ну, немножко нельзя судить по-человечески, потому что я с чего начинала? С того, что он узконаправленный. Вот если бы мы... Как голем. Как голем, да. Если мы воспитывали не детей, которые будут полноценно жить, а если бы мы воспитывали просто вот работника, которого надо копать от А до Я, тогда это было бы похоже. А сейчас, конечно, это не совсем одно и то же. Мы воспитываем работника. То есть мы воспитываем там либо робот, который убирает квартиру, либо робот, который везет вас из точки А в точку Б по дорогам любой сложности, либо робот, который запахивает поле под пшеницу. То есть мы воспитываем узкофункциональных роботов. Я... Существует тема с универсальным там... Вот существует целый набор разработок по поводу того, чтобы делать универсальный супермозг. Ну, это, конечно, как бы, на мой взгляд, во-первых, это как задача довольно глупая, потому что непонятно, кто заказчик такой задачи. А во-вторых, это, ну, некоторые, знаешь, это извращение такое, когда человек сам себе там как бы пытается выстроить большую проблему, и при этом даже не понимает, зачем он это делает. Поэтому... Это любимое. Да, ну, да, наверное. Там и стремление к самоуничтожению, оно, конечно, у нас заложено тоже в генетическом, потому что мы, наверное, очень сильно размножаемся, и в какой-то момент сама система регуляторная, да, она нас встряхивает. Ну, я надеюсь, что... Мы еще не настолько размножились, а я надеюсь, что у нас еще и есть там несколько сотен лет впереди. Но, в принципе, сейчас тема узкопрофессиональных приложений, она побеждает, во-вторых, экономически побеждает, потому что там возникают инвесторы, там возникают деньги, там возникают заказчики. А с точки зрения общечеловеческой жизни, ну, существует как бы сейчас два течения. Одно течение – это такое всех запугивать. Ужас, ужас, терминатор, там все сейчас обломится. Оно очень модное, оно хорошо продается медийно, потому что, собственно говоря, 90% голливудских фильмов про... Ну, вообще испуг больше продается, чем любовь. Вот это так устроена наша нейронная сеть, к сожалению. Причем нужен испуг с нормальным выходом. Почему вот как устроены голливудские фильмы? Вот вы должны бояться-бояться, но в конце должно быть все хорошо, и вы должны выйти на улицу и сказать, а, кайф, то есть это вот вам должны устроить качели. Эти качели пытаются перенести в жизнь, там, ну, собственно говоря, вот тут ужас, 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 а потом выключил компьютер, ну, вроде ничего еще, все нормально, понимаешь. Это плохая история, потому что она, ну, далека от научной части, она далека от реалий, и она раскачивает эмоциональное состояние. И, конечно, она инициирует большое количество психов. То есть я наблюдала, например, для меня это был совершенно невероятный антропологический опыт, и вам, наверное, как историку будет интересно, но вот причем это происходило в суперразвитом Сан-Франциско, который мы считаем, собственно, такой вот колыбелью, там, это не было где-то там, я два примера приведу. Вот Сан-Франциско и село в Томской области, значит, очень глухое село, прямо в это, вот два примера, да. Вот Сан-Франциско, значит, там уже у них есть разрешение экспериментальной езды на беспилотниках, и там, действительно, на улицах много всякого вот этого барахла, в том числе не очень умного, да, не очень качественного, болтается. То есть там, как бы, вы можете увидеть там и какой-нибудь беспилотничек, какая-нибудь там игрушка, и едет там, за ней идут там три студента, там смотрят, как она там наезжает на прохожих, или нет, ну еще такая атмосфера уже такая, значит, переходная. И я, значит, наблюдаю, как там вот едет такой беспилотник, маленький такой беспилотничек, значит, отвозить пиццу, и как, значит, довольно прилично одетые пара, мужчины и женщины, пожилые, ну, не знаю, там, лет, ну, 50-60, там, где-то вот так, а меня поразили орудия труда. Они взяли камень и палку, начали лупить по этой фигне. То есть, конечно, казалось бы, в наше время можно как-то вот разломать вот более изыскными способами. Ну, а тут вот что-то такое обезьянье, знаешь, это скучно. Кубриковская одиссея просто с костью. Костью, да. И меня это, конечно, совершенно поразило, я не успела снять, ну, вообще, там, тема со съемкой там юридически могу потом прикопаться, вот. Вот, но это было для меня прям вот такой антропоморфный опыт такой. Боюсь себе представить, что было в селе под Томском. А в селе наоборот. Это просто вот, это было удивительно. То есть мы там запускали беспилотный комбайн, мы как раз ждали. Ну, вот, это село, которое там от большая фермы Карбышева. Ну, совсем, там, это от Томска несколько десятков километров, и это находится прямо внутри тайги. То есть, и вот поля у них внутри тайги. И, значит, комбайнеры, там, комбайн беспилотный, на котором, вот, механизатор его комбайн, и второй, значит, пилотный. Там идет запашка экспериментальная. Там пришли старожилы, сели около поля, смотрят, как работает, лодкают эту пшеницу. Говорят, что-то, говорят, они рано начали пахать, говорит, пшеница еще не сладкая. Я попробовала, но вроде нормально начали. Второй говорит, ну, Васька, пусть не расстраиваться, ему губернатор тоже робота купит, пусть не расстраиваться. То есть, понимаешь, я была поражена, насколько, вот, собственно, вот... Разница в отношении. Я ждала ровно обратную ситуацию, я ждала, что там начнется сейчас какой-то испуг. А вообще наши люди очень любопытные и гораздо больше готовы к новому, к революциям. Видимо, вот этот весь наш образ жизни, предыдущие сто лет, дал какие-то изменения в сознании. Мы гораздо более толерантны и любопытны к новшествам, чем, как ни странно, американцы, а тем более европейцы. Европейцы совсем пугливые. То есть там их просто шугануть можно. Самые будут. Но, возможно, это только пока. Ведь вот мы говорили об угрозах. Есть какие-то там иррациональные, фантастические угрозы того, что интеллект захватит мир или еще что-то. А есть конкретные, на мой взгляд, угрозы, такого социалистического, я бы сказал, характера. Смотрите, мы создаем, как вы говорили, этих роботов для того, чтобы они выполняли часть, а может быть и большую даже часть, каких-то работ. Соответственно, рабочих мест, людей, которые выполняли эту работу, она будет сокращаться. Не наступит ли такой момент, когда роботы будут делать все, а людям будет негде работать? Ну, уже так это, во-первых, от нас зависит. То есть мы должны разделить работу на хорошую, на интересную и неинтересную. Ну, то есть... Не всем же... Нет, ну вот вы бы хотели, чтобы ваш ребенок пошел работать таксистом. Нет, но если нет другой возможности... Нет, и нет таких мамаш. Просто я просто хочу сказать, что... Но не всем же быть учеными. И не всем же заниматься искусственным интеллектом. Нет, не всем быть учеными, но как бы просто возникают новые специальности, гораздо более приятные, чем ковыряние в карьере, или добыча угля ручным способом, или болтание в комбайне. Не всех же можно научить. Люди разные. Тех, кого нельзя научить, те не получают удовольствие от той работы, которая у них сейчас есть. То есть экономически страна, у которой за пашку будут делать роботы, она выиграет. Поэтому денег на вэлфер будет достаточно. А уж вот дальше это личный выбор каждого. Ну, то есть такая получается немножечко дискриминация по интеллектуальному признаку. Да, ровно это. Я как раз хотела сказать, что вот если мы говорим про... Это не дискриминация, это расслоение. Вот сейчас идет расслоение по мудовому признаку. Можно это слово управлять? Это признак сегрегации по размеру яхты, по количеству квадратных метров жилья, по каким-то цифрам где-то там в интернете, на счету. Кого они громче звенят? Это текущая сегрегация. Она очень глупая. Она вообще абсолютно виртуальная. Она даже не всегда связана с интеллектуальными способностями элиты, которые на этом выросли. Новый тип сегрегации гораздо более естественный. Это тип по образованию, по развитию интеллекта и так далее. И на первый план в новом обществе, конечно, будет выходить образование и воспитание биологическое человека, потому что сейчас непонятно, к чему готовят ребенка. И вот один из ключевых вопросов, когда мы работаем сейчас в Worldwide, мы работаем, собственно говоря, практически по всему миру, но в Африке не работаем. На всех встречах, которые происходят, встает вопрос об учении, подготовке, собственно говоря, как нам учить детей, как нам самим сейчас учиться, как нам себя прокачать для того, чтобы у нас была достойная позиция в изменяющемся пространстве. И здесь тоже это интересно. Я очень много про это думала, потому что при том, что у нас есть три кафедры, у Cognitive Technologies есть, я там заведующий кафедрой в НИТОМИСИС, есть кафедра на физтехе, есть кафедра в Туссоре, там, где у меня ребята заведующие. И то есть мы готовим себе кадры прямо на местах. Нас не устраивает ни одна из, по большому счету, ни одна из программ существующих университетов ни в России, ни в Америке, ни в Европе. Мы много объехали. Почему? И как мы готовим, и что мы делаем, собственно говоря. А почему не устраивает? Потому что не успевают, так быстро происходят изменения в профессиях, изменения в навыках, возникают новые тематики и так далее, что системы оборудования университета не успевают их просто получить за этот период, а тем более обучить своих преподавателей этим новым системам. И период, ну, собственно говоря, был достаточно долгий период в России, во всяком случае, когда в преподавании, да и в Америке то же самое, в преподавании пришли те люди, которые не находили себя в другом месте. Не те люди, которые в душе считали себя наставниками и хотели работать с молодежью, а те люди, которые просто профессионально не состоялись и просто искали, где им поработать, там, с учетом наличия собственных дипломов. То есть это качество и уровень наставников, качество и уровень программ. И вот тот ответ, который мы сейчас для себя придумали и с чем согласны наши, в том числе, зарубежные коллеги, в том, что, наверное, ну, должна быть фундаментальная какая-то часть, это вот базовая, обязательно. Она везде такая, она в истории есть, есть некоторая фундаментальная базовая часть и математики, и физики. То есть там вот эти первые два курса, да, вот это нужно. То есть это как некоторая азбука, грамота, уровень. А вот следующее, дальше ребенок должен уметь общаться, уметь сам находить в интернете то, что ему надо. То есть в дистант уходит очень много, ну, то есть все в дистанте, там, виртуальные курсы, там, вот эти новейшие технологии, там, они все сразу выкладываются в сеть, естественно. И, собственно говоря, там, дальше ребенок может и сам себя вытянуть. А задача наставников – это формирование мотивации. Ребенок должен захотеть себя вытянуть в определенном направлении. Основная проблема – это внутреннее нежелание молодого человека учиться, он не понимает зачем. Скучно. Ну, а что такое скучно? Ну, вот залезть в интернет, там все весело. Там весело, вот скучно не бывает. Он просто не понимает зачем. Вот это вот вопрос недомотивированности. Зачем ему жить? Зачем ему учиться? Зачем ему… Откуда возникает диван, и виртуальный мир, и игра? Потому что ребенок не мотивирован. А в игре он мотивирован, потому что они там бонусы выдают. Знаешь, вот там есть такая внешняя мотивация. Да, вот здесь вот такая вот история. Поэтому институт наставников, фундаменталка и умение ориентироваться в новом информационном пространстве. Вот, наверное, вот это некоторый код, набор для выживания в новом мире. Там даже не выживания, а правильного позиционирования в новом мире. А с какого возраста ты? С самого раннего? Или это уже все-таки ближе к университетской программе? В моей семье это происходило с самого раннего. У меня… Как вы мотивировали свои дети? Ну, вы знаете, так же, как животные. То есть я же тогда не думала про все эти истории, там, еще как правильно. Это я сейчас уже в преклонном возрасте думала, как нам всем стематизировать. А в нормальном возрасте это происходит естественным путем. И там вот волки, там с какого… Волчат начинают охотиться вместе с родителями. Там с очень раннего возраста. Ну, и, собственно говоря, если дома, если я занимаюсь бизнесом, если я дома рассказываю, чего и как, и потом там какие-то вместе с ним беру его с собой, там вместе с ним какие-то варианты делаю, то в 12 он уже выстраивает некоторый свой первый бизнес в интернет-медиа. То есть это… Личный пример. Личный пример, да. Да, это очень важно. Но это не для каждой семьи подойдет. И почему вот как династийные семьи всегда имеют успешный характер, но это очень много зависит и от того, кем и как работают родители, там какие отношения внутри семьи, там кто авторитет и так далее. Это много нюансов. Поэтому я, наверное, не пример. Бывает так, что природа отдыхает, да? Да почти всегда. Но она отдыхает на детях, детях по матери вообще-то. Это я просто хочу сказать, что это биологически доказанная история. Хорошо. К вопросу. Опять к искусственному интеллекту возвращаемся. Мы заговорили о существах. Вы их назвали вот такси, который само себя вводит. Можно назвать существом. А вот это слово, оно предполагает наличие, если уж не души, то, по крайней мере, каких-то качеств живого организма. Вот, например, мораль, совесть. И даже у животных, у приматов есть некое подобие вот этой вот морали совести. Есть ли оно у искусственного интеллекта, и можно ли его научить? Ну, я вас расстрою. Значит, ну, когда вот общаюсь с нейрофизиологами, ну, и вообще там лазишь, там смотришь, как оно у нас там все по черепушку устроено. Там нет такого места, на котором написано «Совесть». Вы же пока не нашли? Нет, его нет. «Совесть» — это некоторый набор нейронных реакций, ну, как бы, вот, которые обучаются поколениями, которые формируются там в сознании биологического существа. Он там связан с целым набором там вопросов выживания, вопросов существования в группе, социальной и так далее. То есть и в этом смысле совесть при этом, она разлагается как алгоритмическая задача. И в этом смысле совесть может быть у искусственного интеллекта. То есть то, что мы называем совестью, это может быть у искусственного интеллекта. Например, сейчас мы заняты такой программой, как искусственная интуиция. Ну, вот, казалось бы, да, вот человек там... Предчувствие. Да, предчувствие. Вот я вам просто расскажу простой пример. Когда человек сидит за рулем, большое количество наших зрителей, наверное, будет машина, сидит за рулем, да, вот он едет в потоке. И вдруг у него возникает предчувствие, что вот эта вот коза справа, она может метнуться перед ним. И он так чуть-чуть притормается, и она действительно делает вот это вот движение. Он говорит, что, как я проинтуичивала, я опытный водитель. Но это не то, чтобы Бог через него разговаривал и предупредил. А у человека существует, собственно говоря, боковое зрение. Существует области мозга, которые заняты обработкой. Вот есть, так скажем, та информация, которая приходит прямо, ну, там идет машина, он смотрит вперед, он там выполняет вот эту задачу, там, ведение машины. А есть еще области мозга, которые заняты обработкой боковой информации, всей сцены. И, скорее всего, у этой девушки справа, там, она, ну, как, она, может быть, не включает поворотник, но она начинает высовывать нос. Нос. Чуть-чуть. 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 То есть меняется угол наклона зеркала. И мозг боковым зрением это фиксирует и подает в оперативку информацию о том, что здесь может быть изменение движения. И это мы называем интуицией. Нам кажется, что мы предвидим, но на самом деле мы просто обрабатываем некоторый набор фактов, которые на основании существующего опыта говорят о том, что сцена может измениться так, так или так. Неосознанно. Ну, неосознанно, да. Это не находится... Нам не нужно это выкладывать в сознание. Это мы были перегружены. То есть это всегда происходит на следующем этаже. Вот такой же системы сейчас мы снабжаем роботизированных водителей. То есть это обработка некоторых мелких факторов с возможными сценариями развития для возможности предсказания изменения дорожной ситуации в следующие несколько секунд. Вот, пожалуйста. С предчувствием вы обучаете искусственный интеллект. А чувствам можно научить? Любовь, ненависть? Ну, сейчас будет такой хайп ужасный после этой программы. Потому что, да, я верю в любовь. Я влюбленный человек. Я вот уже 19 лет без ума от своего мужика. И вот просто вот... Это любовь. Но если, опять-таки, обращаться к нейронным системам... Да, там есть... Есть моменты, которые мы не можем... Которые мы сейчас... С которыми мы не можем разобраться. Ни мы, ни ученые, ученые, которые этим занимаются. Это моменты начала. То есть существует так называемый импульс действия. Вот нейроны устроены следующим образом. Мы вообще... Вот если мы себя так вот рассмотрим изнутри как следует и почитаем еще книжки умные по этому поводу или поговорим с учеными, то будет грустно, потому что мы в каком-то смысле такой ходячий электролит. То есть у нас много жидкости. У нас все это, значит, пронизано нейронами. Нейроны между собой общаются зарядами. Эти заряды, значит, не выстраивают электрические связи. Эти связи имеют веса. Чем чаще вы повторяете определенные действия, тем выше веса между этими нейронами, тем они крепче. Если вы перестаете практиковаться, например, в языке, то связь теряет вес, теряет вес, теряет вес и разрушается потом совсем, и у вас эта практика еще некоторое время уходит. Ну и так далее. Целая система. Эта система более-менее понятна. Каким образом иноциализируется вот эта часть? Как? Почему она вот возникает? Здесь все плавают. Все плавают. Но сам момент иноциализации уже застекли. Обычно это выброс, химический выброс определенного... Гормона. Да, там это начинает работать щитовидка и так далее. И дальше вот как раз начинаются все эти связи, зависимости, отношения, эмоциональные вспрыски, то, что мы называем любовью. Ну, то есть свеча зажигания в щитовидке. Да. Поэтому, собственно говоря, кто нас зажигает и кто нас вот на любовь, мы не знаем и до конца, то есть, нет уверенных историй там. И это может быть и то, что мы называем Богом, почему нет, собственно говоря, там есть единая система, все это связано бесконечно, там, и набор вот этих связей, каким элементом в этой системе мы являемся, мы осознать сейчас, конечно, не можем. Но то, что внутри нас, мы постепенно изучаем и мы пытаемся это практиковать на тех же роботах. Поэтому устроить в зависимости одного робота от другого мы можем. Уже сейчас. Он как бы будет испытывать постоянную необходимость, чтобы вот на трассе, кроме, там, допустим, у нас Мерседес влюбиться в Ауди, чтобы этот Ауди выезжал, а если он не будет выезжать, то там как бы он будет хуже выполнять свою задачу, или у него там будет больше расход топлива, потому что он там, я не знаю. То есть такое выстроить можно, это как бы глупая задача, но решаемая. А насколько это будет идентичность того, что происходит внутри человека, конечно, это не будет идентичным, потому что мы сами не понимаем, что у нас внутри происходит. Но это будет очень похоже, это будет вот некоторое моделирование зависимости ощущений и так далее. А такие понятия, например, как долг или честь, они что-то значат, могут вернее, что-то значат для искусственного интеллекта? Опять-то, это зависит от программирования, потому что давайте разберемся с понятием чести. Это у меня свежо, потому что я там работаю, общаюсь с Андреем Колесниковым, русском пионере, и у него это есть симпатичный литературный проект, я с удовольствием с ним, когда у меня есть свободное время, занимаюсь. И Андрей устроил такой проект, он дает задание, слово какое-то, значит, и там писатели пишут ему рассказы леса, журнал, если проходит у него литературскую правку, он отпечатает. У него была история два месяца назад была как раз про честь. И я как раз думала тогда про эту историю и подумала, что мы же уже понятие честь за сто лет, за сто пятьдесят лет, она критично изменилась. Никто не стреляется, потому что поругана честь его дамы. Какая-то деловая честь и репутация имеют совершенно другой формат. Девичья честь тоже потерпела серьезные изменения, особенно после секса в большом городе. Ну и так далее. Я просто хочу сказать, что сами по себе плохо формализованные понятия имеют эмоциональную природу. Когда вы начинаете закидываться, или вот, знаешь, это вот любимое, когда мужчина с женщиной ссорятся, там, она ему начинает прогонять, там, ты мне, как ты мог, ты мне обещала, она начинает давить только на эмоцию, там нет логики. И тогда она начинает оперировать словами любовь, долг, честь, потому что это не имеет четкого определения. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина, не настоящий мужчина, да, показался подлецом, там, знаешь, вот это вот историй. Я не говорю, что этого нет в нашей жизни. Это некоторый класс ощущений, которые мы описываем одним словом. И он связан с, почему он в разных странах абсолютно разный. То есть, это просто убивает, например, ну, там, вот, там, там, американская, она там, крайне близка к Павлику Морозову. Ты должен донести на родителей это твой долг. Если родители, там, нетолерантно высказались по поводу пары геев, которые живет через дорогу, ты должен пойти и стучать на них вплоть до того, что тебя заберут из семьи. Но ты должен это сделать. Это ребенку, значит, подается в школе просто вот. И это, это вот та мораль, которая там происходит. Это то общество, которое воспитывается вот в той языковой и социальной и политической и культурной среде. Поэтому, я думаю, и любовь тоже. История любви, там, если она сопровождена юристами, одна, если она не защищена юристами, другая, если она происходит на дереве или на ветке, третья, любовь разная. Поэтому так тяжело сходятся пары из разных стран. Поэтому так трудно, как правило, негативный опыт. Если девушка приехала из России, там, а парень из Англии, то очень плохо живут вместе. Ну, там, трудно очень сойтись. И поэтому я хочу сказать, что при работе с искусственным интеллектом, во всяком случае, на этой стадии, я рекомендую заниматься профессиональными вопросами. Надо, чтобы ездил, понимал, что происходит на дороге и не убивал людей, потому что точность распознавания должна быть предельной. А как насчет выбора? Как воспитывать выбор? Вот вы сказали, элементарная ситуация на дороге, машина, управляемая искусственным интеллектом, аварийная ситуация, ему нужно этому такси, этой машине нужно въехать, я не знаю, в ребенка или в соседнюю машину, которая там совершает какой-то маневр, чтобы спасти жизнь этого ребенка, который перебегает дорогу. Как ему просчитать верный... Тут эта ситуация должна быть жестко описана. То есть это как раз... И все же не опишешь. Ну, прецедентная история. То есть, ну, там базовое опишешь. Я могу привести очень жесткий пример, который я уже приводила несколько раз, но это достаточно ярко. Один из легцевых, крупнейших европейских производителей автомобилей поставил у себя там уже, ну, у него продвинутая система искусственного интеллекта поставил у себя условие, что при любых ситуациях система поддержки водителя спасает пассажиров в салоне. Хоть там у тебя пионеры сто пионеров перед тобой будет автобус. То есть все равно все, значит, возмутились, сказали, как вы можете, какое вы имейте право, вы должны спасать там по количеству, например, ну, жертв, минимизация количества, еще что-то. Я сказала, извините, у меня бизнес. Капитализм в действии. Да, у меня бизнес. Мне нужно, чтобы покупали. Кто у меня будет покупать, если там будет ситуация, при которой у меня угрохнет. Поэтому такие ситуации, они координаются только сверху, только государственным, только сообществом. Это вот как раз то, о чем я говорила, что должны сесть и договориться, понимаешь. Это невозможно сделать, если на нижнем уровне, когда идут другие мотивации. И все-таки вот проблема выбора, она вообще может стоять перед искусственным интеллектом? Как он взвешивает, ну, как мы рассуждаем на какие-то темы, сделать нам так или сделать не так? Это математические алгоритмы? Ну, а как вот проблема выбора стоит перед человеком-водителем? Я могу вам рассказать личную историю. Я приехала на переговоры в Бергамо. Это было в 97-м. Ну, там у меня большой контакт с Хьюлит Паккарт, меня встречают местные менеджеры хьюлитовские. Ну, и стандартные там отели, рестораны, в ресторане вечером переговоры. И меня на мной приезжают партнеры, вот Хьюлит, менеджер, который там, если помню, как это его зовут, засраться, вот запомнила вообще. Люсио Фурлани его звали. А мы садимся в машину, ехав в ресторан. Значит, он меня усаживает на правое переднее место, хотя я хотела, чтобы поговорить. А дальше там итальянская дорога, Бергамо, там вечер, и уже там снежок был, это ноябрь был. И там у итальянцев, в смысле, там, вот этих знаков, там они легкомысленные, там какой-то констракшнерия. И он, и дальше, как бы, там нет знака, и мы улетаем в стенку. И я просто наблюдаю, вот там все очень замедляется в период. Он, когда уже все, мы поняли, что мы летим в стену, это достаточно четко, так это стена вырисовывалась этим фарами. Уже не предчувствовали. Уже не предчувствовали, да. Он развернул машину моим боком, бросил руль, и сам, на нем не было ни царапины, а я была разбита просто, меня собирали. Он же это не сделал, потому что он хотел меня урубить, понимаешь? Никто не знает, как он себя поведет в аварийной ситуации. Вот все, кто декларирует, о том, да я бы, реально, что у него, как у него неронки сработают, кого он задает, бабушку или блондинку, или ребенка, если будет вот ситуация с выборами, это вообще никто не знает. Когда идут судебные процессы, если мы рассматриваем прецедентное право, когда его спрашивают, Вася, ну почему ты предавил не Марью Михайловну, а Петра Семеновича? Адвоката рассказывает, что в детстве дедушка Васю порол, поэтому у него возникла психологическая травма, поэтому он Петра Семеновича и предавил. И все вокруг там, ну да. О чем он так говорит? О том, что на текущий момент система вообще не детерминирована. Никто не знает, когда у кого там в башке что стрельнет, и куда значит повернется этот руль. Мы увидим эти жуткие аварии там, и с кучей погибших детей и так далее. И воспринимаем это как должно. Ну да, вот такие мы, вот такие вот мы биологические идиоты. Когда ставится робот, у нас есть возможность все-таки понизить вот этот градус идиотизма. Ну, например, договориться о том, что всегда это там будет либо прямо сделать такую седа помеха справа, либо там наоборот всегда с минимизацией человеческих жертв, или всегда, а дальше возникает фантазия. Например, Китай со своим социальным индексом. Ну, то есть они пытаются разделить общество на более ценное и менее ценное. И социальный индекс считывается роботом, и поэтому, если справа будет человек с более высоким социальным индексом, а слева с менее высоким, он раздавит человека с менее высоким. И может быть, это и правильно для общества, потому что там у тебя справа Нобелевский лауреат, а слева запойный Петя там, значит, то может быть, надо и Петю давануть, потому что он ничего хорошего в общество не привнес. Но все это воспринимают как, ну, во-первых, сама процедура рейтингования, дело темное, а во-вторых, это, ну, попахивает фашизмом таким, знаешь, это сам. А с другой стороны, ну, а что делать? Ну, все-таки, возвращаясь к вопросу о морали, она с точки зрения большинства религиозных людей напрямую связана с понятием Бога, с верой. Вы тоже, ну, очень многие религиозные деятели говорят, что мы отличаемся, человек отличается от животных именно благодаря той самой морали, которая была в нас заложена Богом. Вы участвовали в программе на православном телеканале, программу «Не верю». Очень интересная программа, с удовольствием я ее смотрю, и вы были, естественно, на стороне атеиста. Почему вы не верите в Бога? Я верю в Бога, и я очень истово верю в Бога, ну, там, может, надо не Богом называть, а я верю в то, что есть внешнее управление, я это чувствую. Я не могу не спросить, вот мы заговорили, о Боге, а нужно ли и можно ли научить искусственный интеллект верить в Бога? Нет. Еще раз, это из зоны неформализованных задач. Я думаю, что нужно и можно искусственный интеллект научить хорошо выполнять ту задачу, для которой он создан. Вот это вот, и не надо больше ничего. И тогда нам всем станет легче. Вот если он создан, чтобы убрать квартиру, значит, он хорошо убрал квартиру. Если он создан для того, чтобы отвести из точки А в точку Б, надо, чтобы он идеально отвез из точки А в точку Б. Все, больше ничего не надо. И тогда всем будет легче, и человечество не будет беспрерывно себя рисовать историю из Терминатора. Хорошо. На позитивной ноте закончили. Хорошо. Спасибо вам большое. Сегодня в программе «Час пик» была президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. Спасибо. Спасибо.